Здравствуйте друзья, меня тут Максим, вы смотрите канал The Quays. Иногда я беру интересные заказы, когда речь идет о доставке в те части штата и в те городки, где я еще не был. Мне всегда интересно поехать посмотреть, потому что не всегда есть время и возможность самостоятельно отправиться в какое-то путешествие, так получается, что мне вроде бы как бы даже и приплачивать за то, что я удовлетворяю свое собственное любопытство. Сегодня у меня была поездка в обычную совершенно заштатную деревню, Кларинда, располагается она в штате Айва, достаточно недалеко от границы со штатом Миссури. Примечательно, у меня доставка была в обычную совершенно сельскую клинику, но сейчас я покажу вам, как выглядит вообще эта клиника, как выглядит эта деревня, чтобы примерно понимали уровень американской жизни и соответственно сравнили ее с тем уровнем, в котором вы живете и с уровнем больницы и соответственно обеспечением и тем, как выглядит Россия, ставшая с колен. Это вот место, куда привозят, сдавать всякую разную технику и так далее, специальный док, только что отъехал машины UPS. Вот это вот, я так понимаю, генераторы бесперебойного питания для клиники, новые с иголочки. Смотрите, никакой мусор, ничего не валяется. Отдельно баки для такого мусора технологического, отдельно для органики. Вот проехали мы здесь гаражи, парковка персонала, персонал здесь, машинки чисто персонала. На чем ездит персонал обычной деревенской клиники, что вы понимали тоже. Разгружают. Идут погрузочные-разгрузочные работы в Пенске. Вот, что-то привезли. О, а сейчас будет самое интересное. Вертолетная площадка. Много ли клиник в Российской Федерации, ну, вообще так, сельских, могут похвастаться наличием вот такого вот транспортного средства. Ну что, едем дальше. Обычная региональная клиника. Вот. Сейчас тут остановлюсь. Все равно никого нет, но знак обязывает меня остановиться. Вот, собственно говоря, сам корпус этой клиники. Одноэтажный, но я туда заглянувал внутрь ноги с иголочки. То есть, я доставлял сейчас туда циску. Сложная такая порубная. Дорогостоящий, кстати, весьма и весьма. Вот. У нас еще зима, поэтому трава не зеленая. Чтобы вы не удивлялись, почему так все пострижено. Ну, газон-то где-то отсутствует. То есть, у нас сейчас холодным ходом в февраль. Снега нету, температура теплая. Ну, а вот, собственно говоря, сама деревня. Вот она. Помечено название улиц здесь стоит. Знак стоп. Обратите состояние асфальта деревенского. Немножечко поверну, чтобы посмотреть на деревенские дома. Будет мой подшипник, я согласен. Но скоро эта машина уйдет к другому владельцу, поэтому я не вижу необходимости заниматься новыми работами, восстановительными. Вот. А это вот кукурузные поля пошли. Еще с этой стороны здесь немного недвижимости. Ну, и вот, собственно говоря, вся деревня. Все, деревня закончилась. Это вы понимали. Вот так выглядит обычная заштатная американская деревня Среднего Запада. Своей клиникой, вертолетной площадкой. Вот этими домиками. Вокруг кукурузный поляк, я еще раз говорю. И сравните то, что вы увидели, с уровнем той жизни, которая окружает повседневно вас, в вашем населенном полке Российской Федерации. Заставит вас это задуматься или нет, это уже ваше личное дело. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok